Я всех приветствую, друзья! Как всегда, на связи MMU Bats. Меня зовут Роман. И, собственно, как обычно, здесь Андрей. Здорово, Андрюх! Здорово! UFC 227. Вот такой вот у нас номерной турик нас ждет с огромным количеством отмененных боев. И, ну, карт, конечно, выглядит уже не особо круто для номерного турнира, но мы имеем то, что есть. Есть ранние прилимы, первый бой, такие бойцы, нехватающие звезд с неба, Марлон Вера, Вулиджи Бурен. И здесь, конечно, про Марлону Веру можно сказать больше, так как он в UFC, конечно, провел побольше боев. Пришел из Таффа и совсем недавно, даже на достаточно таком хорошем стрике, шел три победы подряд, две досрочные. Но вот сейчас у него стрик из двух поражений. Джону Линекеру он проиграл и Дугласу Андраде решением. Ну, Марлон Вера на самом деле такой достаточно крепкий боец с крепкой головой. У него есть неплохая борьба, он в партере опасен, более-менее в стойке себя тоже хорошо чувствует. Ну, сам по себе боец молодой. Его оппонент провел в UFC только один бой, проиграл, ну, мягко говоря, не самому сильному сопернику Роланда Ди, проиграл решением. По моему мнению, особо ничего в этом бою не показал. Вполне предсказуемо, букмекеры здесь выставляют Марлана Веру фаворитом 1,25. Бурен же идет за 4,25. Андрюх, ну, давай кратко, что по бою здесь? По бою на самом деле остается много непонятных моментов. Конечно, мы можем кое-что сказать о Марлане Вере, как о неплохом грэпплере с хорошим навыком проведения сабмишенов. Плюс ко всему и стойку он постепенно подтягивает. Но, как мне кажется, его навыки находятся не на том уровне, чтобы, в принципе, выставлять его по коэффициентам типа 1,25. Поэтому этот бой я не рассматриваю с точки зрения возможностей ставить на него. А с точки зрения, как фанат, ну, тоже такой себе для прилимов разогрева, ну, пойдет, не более того. Ну да, на самом деле, со спортивной точки зрения он действительно не особо интересен. Ну, мне лично нравится Марлана Вера, я за него поболею. Ну, а что касается коэффициента, я с тобой совершенно солидарен. Ну, достаточно мал для ставки на такого бойца. Давай тогда дальше сразу перейдем. Да, здесь у нас женский бой. И здесь у нас встречаются Дэниел Тейлор и, опять же, китайская спортсменка Ви Ли Жанг. Ну, собственно, что касается Дэниел Тейлор, она себя, ну, скажем так, показала уже в UFC. По моему мнению, конечно, не с самых лучших сторон. Она провела в этой организации четыре боя. Два боя выиграла, два боя проиграла. Ну, конечно, стоит заметить, что ее выигранные бои, они, конечно, тоже, ну, мягко говоря, о ней ничего хорошего не говорят. Проиграла она Марине Мороз. Я думаю, этот бой уже и упоминать не стоит, это просто мем какой-то. Выиграла Сихи Хэм с плитом, где просто, ну, булшитное решение было, по моему мнению. Выиграла Джессику Пена и вот в крайнем бою проиграла Джей Джей Олдерс решением. Вообще, Дэниел Тейлор, она по большому счету предпочитает в стойке драться. И вот ее бои до UFC, ну, такие достаточно были неплохие. Она показывала там, насколько она опасна в стойке. Она показывала свой тяжелый удар, нокаутировала соперниц. Но в UFC четыре решения у нее, в принципе, не особо получается сделать то, что получалось до выступления в этом промоушене. Против нее здесь будет выступать спортсменка, которая дебютирует в этой организации. 16-1 достаточно такой неплохой рекорд, да, но стоит, конечно, учитывать, что этот рекорд был набит на весьма слабых спортсменках. Единственное поражение, это первое поражение в карьере решением, поэтому, я думаю, наверное, можно его не учитывать. Ну, я как бы посмотрел несколько боев этой спортсменки. Могу сказать, что более-менее она разбирается в борьбе, в стойке она все-таки не особо, скажем, хорошо себя чувствует. Я бы не сказал, что у нее есть там какая-то техника, она постоянно рубится, сама много пропускает. И здесь, конечно, такой достаточно спорный, по моему мнению, ожидается бой. Но при этом коэффициенты букмекеры выставляют не совсем спорные. Так как дебютантку китайскую спортсменку выставляют за 1,38, а Дэниел Тейлор за 3,25. Вот, Андрюх, что думаешь по вот такому разбросу? Ну, для меня это странно на самом деле, потому что, несмотря на антропометрию Дэниел Тейлор, которая является, наверное, самой маленькой в этом дивизионе и однозначно будет уступать в длине рук, в росте своей оппонентки. При этом она достаточно быстрая, прекрасно сокращает дистанцию. И я не знаю, у нее неплохой тейкдаун диффенс, хорошо защищается от борьбы. И если она сможет нейтрализовать попытки перевести бой в партер, то, скорее всего, она сможет выровнять шансы в стойке или даже превзойти свою китайскую оппонентку. И посему для меня выглядит очень странным такой расклад сил на этот бой, сколько там, 1,38 или 1,4 на китайского бойца. Ну, ты понял, наверное, мое мнение, то, что мне кажется, это немного неадекватным. Плюс ко всему Тейлор себя уже успела зарекомендовать как весьма такой крепкий, хороший середняк. И не надо там путаться и обманывать себя рекордом китайского бойца, то, что там у нее 16-1 и так далее. Ну, они многие приходят с такими рекордами из Азии. Но мы все прекрасно знаем, что на нормальной конкуренции в Америке, в UFC и так далее, все может быть совсем по-другому. Поэтому фаворита я здесь точно просматривать не стал. Ну, собственно, я здесь никак, конечно, не могу поспорить. Знаешь, вот из того, что я видел, да, из их боев, я полагаю, что Жанг будет по-любому стараться затащить в партер бой, по-любому. И если у нее это не получится, то, я думаю, вряд ли она сможет в стойке Тейла переработать. Потому что все-таки ее стойка против очень слабой оппозиции, она выглядела, ну, далеко не лучшим образом. Поэтому я согласен, реально здесь, ну, совершенно не по делу. В любом случае, посмотрим, что получится. Давай к следующему бою перейдем. Да, давай. Здесь у нас, ну, немного уже поинтереснее. Рикардо Рамос, Кун Хо Канг. Рикардо Рамос, ну, на самом деле, себя очень даже неплохо зарекомендовал. Я напомню, что в UFC он уже провел два боя, оба боя выиграл Мичинори Татанако, Аймана Захаби. Ну, если с Мичинори Татанакой там был, ну, скажем, не самый прям у него лучший перформанс, там был очень хороший первый раунд, но он подустал потом. Но, тем не менее, его крайний бой с Захаби был весьма и весьма хорош. Ну, вот именно окончание этого боя. Его локти с разворота были такие прям зрелищные, брутальные. На это было действительно приятно смотреть. У него в соперниках сегодня корейский спортсмен, который совсем недавно вернулся. Он вообще, у него такой был простой, весьма длительный. После 2014 года он не выступал. Вернулся, сумел засобитить Гуидо Канетти. И, ну, вот сейчас у него такой шанс продлить свой победный стрик. Так, я полагаю, что корейский спортсмен, скорее всего, здесь, наверное, будет стараться переводить бой в партер. Я бы не сказал, что он как-то меня в стойке особо впечатлил в своем возвращении. Мне Рамос видится в стойке получше. Ну, вот такие здесь расклады. И мы видим следующие коэффициенты на Рикардо Рамоса 1,45. Ну, такие некоторые авансы, как мне кажется, ему выдают букмекеры. А на корейского спортсмена 2,8. Андрюх, вот как считаешь, что здесь? Ну, на самом деле они похожи, несмотря на то, что имеют несколько разную базу. В целом они антропометрически схожи и предпочитают оба бороться. И с Танакой они тоже ободрались и провели достаточно ровные бои. Ну, такой себе. Канг вслед за зомби уходил протирать кирзачи. Он не был отстранен Юсадой, не был травмирован и так далее. Поэтому я не думаю, что там серьезные какие-то провалы в его форме будут. Ну, с Канетти пусть он не сильно впечатлил в стойке, но мы увидели то, что по-прежнему его борьба остается на весьма таком хорошем, высоком уровне. Ну, здесь я ожидаю что-то схожее. Близкие бои. Я не знаю, как у обоих был с Танакой. Тут много борьбы будет, скорее всего. Много свипов. И я не знаю, в стойке, мне кажется, рама все-таки получше. У него прекрасные контратаки. Он хорошо действует с оппонентами, которые ниже него. И сейчас у нас предоставится возможность посмотреть, как он будет работать с соперником, который не будет уступать ему в росте. Ну, все-таки, мне кажется, то, что в борьбе будет здесь паритет, но за счет преимущества в стойке Рамос сможет вытащить этот бой близким решением. Ну, да. Значит, я тоже вижу небольшим фаворитом Рикарду Рамоса. Но все-таки считаю, что немного маловато на него выкатили коэффициент. Хотя полагаю, что все-таки у него здесь побольше шансов, учитывая все. Ну, в принципе, все. Тогда давай дальше пойдем.